Здравствуйте, дорогие мои зрители! Добро пожаловать на канал Моника и Шпильд, и мы с вами продолжаем наше прохождение. Прохождение второй части Broken Age с девочкой Вэллы. И девочка Вэлла говорит, что тут место для какого-то маленького питомца. Ну, типа собачки, может быть, там собачка какая-то жила. Выглядит как музей после торнадо. Что я могу узнать о ребенке, говорит она. Интересно, что это за грамоты. А, это... Короче, он просит, мальчик Шей просит в этом письме у феи сапогов, он просит сапожки. Вот, только не красные с зеленым, а зеленые с красным, что-то типа такого. Очень прикольно. Первые космические сапожки Шея пять лет, когда ему было. Очень интересно. Это у нас поезд, который попал в какое-то непонятное происшествие. Приз у нас за какую-то безопасность, что ли, интересно. А там что? Это рисуночек, который выглядит как красные сапожки. Это у нас какая-то награда за безопасность, категория сапожки. Так много здесь вещей. Он потерял свои первые зубки, она говорит, что это как у него. У него детство было очень странным, говорит она. Он в возрасте восьми лет нарисовал, видимо, такую картинку. Очень прикольно. А что тут еще есть? Какая-то... Что за грустный мешочек? Я не знаю, что за грустный мешочек. А здесь... У них был... Ну, прежде чем они открыли для себя цветную фотографию, был, видимо, большой, очень... Что она сказала? А, окей. Сейчас другой текст. Она говорит, что это самая счастливая жертва змеи, которую она когда-либо видела. Прикол. Что там? Ну, выглядит не так, как если бы он в следующем стал воровать похитителем. Похитителем. Врачебное заключение о том, что шея вырос за один год на 5 сантиметров и на 3 размера больше обувь у него стала. Вот. И какая-то операция с плотч. Что за операция с плотч, интересно? Ну, ладно. Пропущем... Пропустим... 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 Пропустим это... Сообщение и пойдем дальше. Привет. Привет. Кто ты? Я Велла. А кто ты? Я... Ну, я... Боже. Я должен посмотреть. Уже меня долго никто не спрашивал об этом. Меня зовут Мелани. Мелани. Он говорит... Войди и я покажу тебя. Хорошо. И закрой свои глаза. Чтобы ты не потеряла свои глазки при телепортации. Закрой глаза и не смотри вниз. Сюрприз. Сюрприз. Я телепортатор. А где другая комната? А что случилось с моей головой? И моим голосом? О нет. Я думал, что я починил это. Ты сделал мою голову больше? Не беспокойся, солнышко. Это длится недолго. Только если ты телепортируешься обратно, то все станет нормально. Голова такая большая. Ничего себе. Так. И вот эта дверь у нас вроде бы подсвечивается. Ты хочешь в коридор управления? О, дорогая. Мы должны поговорить о твоем запахе, о парфюме. Ого. Спасибо за путешествие через телепортер. Ох, у меня снова моя голова. Ты уверена? Я думаю, что она все еще большая. Она говорит, это только мозг. Телепортер говорит, что нормально. Так, ребята, мы вернулись в то место, где мы раньше были. Мюль Айма. Ну, мы ничего не собираемся в мусор выкидывать. Давайте пойдем в то место, где у нас... Куда ведет у нас вторая дверь, второй телепортер. Мне нравится разделять людей. У меня опять голова стала больше. Ты у меня больше. Она говорит, что опять ее голова стала больше. Они говорят... А, дверь не работает. Окей. Они говорят, что она ничего с того времени, как сюда попала, не сказала. Как бы ей все нравится, вроде бы. Так. И мы попали в это опять помещение. Ребята, мы опять передвигаемся какими-то окольными путями. Давайте пойдем опять к этому волку, наверное. И спросим, что происходит. И может быть... А, это куда дверь ведет? А, закрыто. Я вообще в очень многие двери не смогла пройти. Я могу... Я тебя почти не слышу. Вау, это мамочка-евошня. Егошня. Это мамочка-шея. Я heiße Vella Tartin, und ich bin hier, um dich auszuschalten. Alles in Ordnung, du kannst jetzt rauskommen. Ну-ка, давайте представимся вежливо, да? Меня зовут Vella Tartin, и я здесь, чтобы тебя выключить. Ich heiße Vella Tartin, und bin hier, um dich auszuschalten. Hast du Martina gesagt? Ты сказала Martina? Это еще одна твоя шутка, Шей? Alles in Ordnung, du kannst jetzt rauskommen. Все в порядке, ты можешь выйти. Нет, подождите, Vella Tartin у нас осторожная. И давайте будет спрашивать дальше. Это мозг Мокчатры? Выключить поезд? Я потеряла контакт с поездом. Can't you open the door? Ты можешь открыть эту дверь? Я могу это сделать, но не сейчас, пока я не знаю, кто ты. Все в порядке, ты можешь выйти, может быть, спросим. Скажем. Все в порядке, ты шутишь. Ну, давайте скажем, что das Schiff brennt, du musst hier raus, что корабль горит, и ты должна выйти. Я знаю, что корабль горит, поэтому я остаюсь в безопасной комнате. Пока я не узнаю, что происходит, и кто ты вообще. Бетрибстехник, ну, а не рутинемессивная ватт. Рутинемессивная ватт. Короче, обычное ожидание. Это ты, Шей? Я вернусь, и она потом уйдет, или да, это я, это Шей. Это на самом деле ты, Шей? Твой голос слышно очень, твой голос очень странный, короче. Так, я ранен, поэтому у меня голос такой странный. Я, ты меня не узнаешь. Ну, давай, я же Шей. А, ну, давай, я не Шей. и когда ты мне не веришь, что это Шей, тогда я уйду. Ну, давайте продолжим эту игру, потому что нам нужно вытащить ее оттуда. я не знаю, должна ли я тебе верить. Давайте дальше. Ну, если честно, не очень, говорит она. да, ладно, тогда признаться, что это мы не Шей. Ты можешь играть со мной страшную игру? но если ты мне не веришь, что я Шей, тогда я ухожу. Я не знаю, во что я должна верить, мой сын знал бы, что делать. Ну, может быть, попробуем ножом? Она говорит, что она не хочет удалять грязь из-под ногтей. Что за приколы непонятные? Давайте попробуем с ней еще раз поговорить, может быть, нам это что-то принесет. Мы с мамочкой ни о чем нормально не поговорили. Выглядит, как видеоигра. Вот, она нам ничего нового не сказала, поэтому я решила отправиться опять к этому нашему волку и попробовать, может, его как-то освободить? Нет, она до сих пор не верит, что этому волку и не хочет его освобождать. я не хочу это порезать. Так, а что тогда делать? Может, отдать ему шлем? Она сомневается, что этот шлем в чем-то ей поможет. Я лучше оставлю эту дверь открытой, но давайте пойдем дальше, где мы были и посмотрим, что там. Я сейчас сходила по кораблю туда-сюда, где-то полчаса, наверное, потому что я выставила таймер и смотрю, сколько у меня проходит времени. Я сейчас пошла через телепортатор, у нее стала больше голова, я не стала обратно проходить, и попробуем поговорить с мамой опять, что там получится. Я надеюсь, что это ты, потому что все так странно. все будет нормально, если ты мне ответишь на вопросы. Хорошо, первый вопрос. Она спрашивает, как звали нашу первую игрушку. Помните этого змеюку? По-моему, он называл ее мистер. Кнудл. Да, помните, он называл ту змею? Это твой ответ? Да. Мне так нравится, что ты помнишь о мистере обнимашке. Какое имя тебе нравилось больше всего, которым я тебя называла Ласковым? Мы, ребята, этого точно не знаем, поэтому давайте скажем, что давай не будем об этом. Ты ненавидел эти ласковые имена, которыми я тебя называла. Ну, ладно, для безопасности еще один вопрос. Тут она нас спрашивает про сапоги, какого они цвета, размера и какой на них рисунок был. И мы были в его комнате и вроде бы это были фиолетовые лиловые сапожки. И размер. Размер. Ну, ребят, давайте угадывать. Выберем четыре. Мы угадали, прикол. И рисунок какой был. Я помню, что это были помните пупырышки такие? Так, простые точки по-моему пункты. Шей, ура! Вы посмотрите, какая красавица! Ты не компьютер, а ты не Шей. О-о-о! Прикольно, ребята! Круто очень! И дверь закрылась! О, нет! Кто ты? Что ты сделала с нашим кораблем? Где мой сын? Ну, давайте дальнейший диалог мы уже проведем, наверное, в следующей серии, ребята, на эту серию достаточно. Пожелаю вам всего доброго и до следующих серий. Пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»